Сахар по 36 рублей за килограмм в опте и 46 в рознице. Подсолнечное масло за литр 95 и 110 рублей соответственно. Именно такой максимальный порог цен установил декабрьский мораторий. До этого аналогичные меры применялись еще в 2008. Тогда речь шла о хлебе по низкой цене. Но что-то пошло не так и в итоге дешевый просто исчез с прилавков, остался только дорогой. Как говорят экономисты, уже тогда стоило задуматься, что подобные меры не выход и приводят к непредсказуемым результатам. Каких-то ощутимых изменений, торможений инфляции статистика нам в этом отношении не показывает. Это означает, что те меры административного порядка, которые принимаются, типа мораторий, они неэффективны в основе административных. Мы с вами уже проходили процесс в советский период времени, когда для страны был характерен массовый дефицит товаров потребительского назначения. Поэтому эти административные меры не работали тогда и не работают тем более сейчас. Одно дело, когда применяют методы административного давления на производителей и на торговые сети. Другое, когда задействуют разного рода экономические рычаги. Например, экономисты предлагают прибергнуть к мерам, которые позволят наполнить рынок продуктом, строить сахарные заводы или больше импортировать. Второй вариант приведения в норму цен на сахар – банальное снижение его потребления. Не будет такого спроса, появится переизбыток продукта, соответственно, ценник на пару рублей за килограмм будет ниже. Так говорят экономисты. Отмечая, это и для здоровья полезно. Мораторий на белый и сладкий яд действует до 1 сентября этого года. На подсолнечное масло – до 1 октября. В региональном профильном министерстве отмечают – с полой продукты не пропали. На этот раз механизм регулирования подействовал, как и планировали. Сейчас роста цен на растительное масло и сахарный песок нет. В розничных сетях порой даже цена наблюдается ниже, чем установлена государством. Поэтому я думаю, что все магазины розничные и сетевые магазины вступили в этот мораторий и поддерживают эту цену на данный вид продукции. Да, местами можно встретить недобросовестных перекупщиков, продающих эти категории продуктов по завышенной стоимости. В основном это мелкие киоски, ларьки и магазины. Наши полномочия распространяются на то, чтобы проводить мониторинг в торговых сетях и в розничных магазинах соблюдения этих цен. То есть мы выходим в магазины, у муниципальных образований нам отчитывают все в специальной программе, и мы данные отправляем в Москву. Собственно, сами полномочия по контролю цен лежат на налоговой службе. Они через аппараты кассовые контролируют и тоже так же информацию отправляют в Москву. Уже осенью всем станет легче, отметили в МинАПК. И производителям, и торговым сетям, и конечному потребителю. В 2021-м площади посева в России увеличат минимум на 15%. Кризис производства 2020-го нивелируется, необходимость искусственных ограничений отпадет. Павел Патриков, Бухтияр Салтанов, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.